Здравствуйте, меня зовут Константин Игначук. Сейчас всеобщее внимание приковано к югу Украины, где украинская армия перешла к контрнаступательным действиям. В связи с этим поступает все больше сведений о жестокости оккупантов по отношению к мирным жителям на захваченных территориях. Как показывает история, это, к сожалению, довольно типичное поведение для российских солдат. С военным экспертом, руководителем Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, мы попытаемся отыскать корни жестокости российской армии. Итак, хотелось бы начать с актуального. Сейчас все новостные ленты, паблики заполонили новости из юга Украины о том, что ВСУ перешли в наступление, но при этом Генштаб просит особо не распространяться об этом. Как вы думаете, почему? Ну, во-первых, необходимо сказать о том, что происходит. Я уже еще где-то несколько недель назад говорил о том, что на вопрос, а когда начнется, я говорил, что подготовка к этому ведется уже сейчас. Что мы можем сказать? Мы можем увидеть, что интенсивность и география ударов возрастает. Значит, украинские силы эффективно используют то вооружение и те возможности, которые есть. А все это делается в итоге для того, чтобы ослабить противника, для того, чтобы сделать его условия пребывания на оккупированных территориях такими чрезвычайно тяжелыми и фактически невозможными, несносными, и для того, чтобы фактически выдавливать врага из незаконно занятых оккупированных территорий. То есть это еще и деморализация, это и психологическое давление. Но представьте себе, фактически нет у российских сил способов справиться с отдельными системами вооружения украинскими, теми же ракетами ХАРМ, противорадарными или комплексами Хаймарс, или иногда это просто даже беспилотники, которые используют украинские вооруженные силы, артиллерия, которая наносит эффективные удары, и российские войска не могут этому противодействовать. И вот, как мы видим, это дает свои успехи, то есть прорываются эти линии, и потом вот эти кадры с сумками и с российскими солдатами, которые награбленные, намародеренные, вывозят с украинских сел и просто бегут. То есть задача сделать такие условия, чтобы вынуждены были бежать и отступать российские силы. На днях Путин подписал указ об численном увеличении российской армии на 137 тысяч, скажите, а вообще есть из кого комплектовать этих 137 тысяч? Это будут контрактники или это будут срочники? Удастся ли российской армии до Нового года настолько нарастить мускулы, так скажем? Ну, если мы скажем, тут есть два пути, наверное, увеличения, по которым будет действовать вероятнее всего Россия. Ну, я думаю, что расчет в первую очередь может быть сделан на осеннюю призывную кампанию, три солдата в срочной службы. И также вот сейчас по всем регионам, там, краям и областям России, республикам проходит кампания такая, знаете, как в патриотическом, якобы, я называю это псевдопатриотическом духе, потому что нельзя оправдывать патриотизмом агрессивную войну против соседнего государства, которое вам ничего не сделало. Это не патриотизм, это просто военное преступление, иначе это не назовешь. Поэтому тем, кого за это агитируют, лучше на это все не вестись и всяческими способами этого избегать. Ну, вот сейчас идет эта агитация, набирают людей по разным там областям. Вот буквально свежая информация в Архангельске создали такой якобы клуб военно-патриотического движения, где предлагают всем патриотам собраться, значит, взять в руки оружие, навыки для того, чтобы стать опорой армии, и так далее, и так далее, и так далее. Но чтобы я обратил внимание, если 2-3 месяца назад сумма контракта составляла порядка, то есть где-то 100 тысяч рублей в месяц выплат, ну, контрактникам в месяц, там плюс стартовые были, то сейчас единая, одноразовая выплата составляет от 200 тысяч рублей, если ты подписываешь контракт, и в дальнейшем эти суммы уже составляют 200, 300 или даже 400 тысяч рублей, если это офицерские должности. А почему так происходит? А на мой взгляд так происходит, потому что количество и желающих идти, и бежать, там, знаете, воевать, оно не такое и большое, поэтому и увеличивают вознаграждение, думают, что таким образом удастся как-то более вытянуть. Но вот сейчас по этим результатам есть только третий армейский корпус, так называемый, который из того же Мулина, который я сегодня упоминал, перебрасывает в Ростовскую область. Задача наверняка и будет состоять в том, что они доукомплектуют подразделения, которые либо передислоцированы были частично на южное направление, либо понесли потери, и по дуге от Изюма до Донецка, вот так вот с севера, можно сказать, запада, более южнее, они будут это комплектовать, эти подразделения. Ну то есть понятно, что несут потери, где-то находить резервы для этого необходимо, вот в России идут таким способом. Это я еще не вспомнил о зэках, о людях, которые отбывали наказание в местах лишения свободы за особо тяжкие или тяжкие преступления. Что тоже, кстати, наверное, в России вы должны были задать вопрос, что эти люди вернутся. Наверняка, если они вернутся, конечно, они назад в эти же тюрьмы, места лишения свободы уже не пойдут. Ну и поэтому, а куда они пойдут, чем они будут заниматься, ну такой риторический вопрос. Можно сказать, что, например, Калининградская область очень сильно пострадала от этой войны, потому что они отправили очень много и ОМОН, и Росгвардия, и военных, и люди понесли серьезные потери. И мне кажется, что это как раз наряду с тем, что там возникали такие настроения. Я хочу напомнить, что губернатор Алиханов, он публично высказывался Путину о том, что вследствие так называемой специальной военной операции ухудшается жизнь в России. Туда летал Патрушев и так далее. Там он посвидетельствует о том, что в определенных регионах недовольствие от войны против Украины нарастает. Поэтому все говорит о том, что пытаются собирать различными способами, только бы не объявить всеобщую мобилизацию, потому что понимают, что это к краху приведет. Ну а с оружием оказывается, что военно-промышленный комплекс России не такой уж развит и не так уж он силен, как это постоянно об этом говорит пропаганда. Проблемы такие возникают. И тыловое обеспечение, ой, как крах хромает у российской военной машины. Хотелось бы перейти к околовоенному вопросу. Это касается поведения российских войск на оккупированных территориях и их жестокости, которую проявляют. Историки говорят, что вообще это не уникальное поведение российских солдат, что они так себя вели и сто, и двести, и триста лет назад. Так ли это на самом деле? Да, да, наверное. Мне сразу по памяти пришел геноцид черкесского народа. Но его так не называют, конечно, в России. Никто об этом не говорит. Но представьте себе, что Россия, несколько десятилетий, если не столетий войн на Кавказе, уничтожены целые народности, либо народности, которые уехали и фактически сбежали и живут на других территориях. Например, те же черкесы, у которых есть своя диаспора в Турецкой республике. Или другие народы, которые практически уничтожались. То есть Россия, ведя колониальные вот такие неоимперские войны, всегда отличалась российскими войсками особой жестокостью и такими геноцидными практиками. К сожалению, это так, если посмотреть в истории и посмотреть истории кронологии репрессий, посмотреть историю уничтожений, посмотреть историю военных компаний. Причем, понимаете, что в принципе так складывалось, что не считались нищими жизнью. То есть жизнь человека, она вот просто, ну я не знаю, обесценивалась, а вот дальше некуда. Потому что обращались жестоко с военнопленными, обращались жестоко с местным населением, с оккупированным. Фактически уничтожали мирное население во многих местах просто. Вот уничтожали. Это фактически практика геноцидов. И что парадоксально, так же же и относилось к командованию вообще российские военные друг друга. Они не ценили жизни и своих солдат. То есть они не считались потерями, они не считались там с рисками каких-то операций и так далее. То есть полное обесценивание. И это присуще, к сожалению. Мы сейчас это увидели на примерах той жестокой агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины. И примеры Бучи, Гастомеля, примеры многих случаев на оккупированных территориях, Черниговской области, Сумской, Херсонской, Запорожской, где люди исчезают в неизвестных направлениях. Буквально вот случаи, когда те же, ну мы знаем, кадры жестокого обращения с украинскими военнопленными. Или казни украинских военных в Еленовке. Или все те захоронения фактически местных жителей и гражданских, которые потом уже, о которых становится известно после деоккупации отдельных территорий. Свежий случай, который просто возмущает. Это как один из российских наемников снимал видео, где тоже призывал о деукраинизации и убийстве всех украинцев. И таких случаев на самом деле очень много. Но откуда оно все идет? Вот понимаете, оно же где-то... Да, это, кстати, вот хотел спросить, потому что вот если брать по отдельности этих людей, вот даже с интервью с военнопленными россиянами, то такое впечатление, что он свои тени боится. Но когда они все вместе, то это очень страшные и жестокие люди. Откуда это все берется? Это, я вам скажу, вот, знаете, у зла всегда есть, скажем так, источник. Исчадие ада, оно так и называется. Почему? Ну вот мне кажется, что все это идет и культивируется, и генерируется Кремлем, российскими властями, через государственные СМИ, через пропаганду, которая идет. Ну, послушайте, если круглосуточно на некоторых ток-шоу обсуждать, какие плохие украинцы или другие народы, сколько зла они причинили, что там они, не знаю, не должны существовать, с ними надо воевать, они на нас нападут там и так далее. Идет культивация постоянной агрессии. Это то, что присуще любому тоталитарному режиму, который хочет взять массы под контроль. Это еще об этом Густав Либо написал, мы даже не будем об этом говорить. То есть для того, чтобы взять массы под контроль, необходимо объединить их чем-то. Когда ты не можешь их объединить, вот, не знаю, американцы в войне за независимость были объединены какой-то целью того, что они хотят более широких прав, автономии, там, торговли во всем. Мы ведем свою войну, мы понимаем, потому что мы, ну, у нас выбора не было, против нас агрессия, мы воюем за независимость, там, кто-то за свободу. То есть есть какая-то идея, мы хотим жить счастливо на своей земле, растить детей, вкладывать в экономику, там, ездить, путешествовать, жить просто нормально. И для этого мы хотим построить нормальную страну. Но для этого нам надо, чтобы прекратилась война. А в России для того, чтобы вести дискурс там о том, что мы там будем что-то строить, они ведут дискурс о том, что им все мешают, все вокруг враги, их надо уничтожать. Они ставляют палки в колеса. И только из-за них у нас проблемы. Поэтому давай, 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 давай вперед. Плюс к этому всему приплетают историзм, искажение абсолютно истории. И это все на государственном уровне пропагируется. И вот вам работа по пропаганде, по, извините, дебилизации населения. Я по-другому это не знаю. У нас в Украине есть такой писатель Щербак, Юрий Щербак. Он писал об этом на примере как раз России. Television Debilization Virus. То есть в случае вот-вот он как работает, атрофирование идет. Поэтому вот оттуда вот это исчадие ада, скажем так, ликвидировав или остановив какое, возможно, это не приведет к каким-то быстрым процессам. Понятно, что это невозможно искоренить очень быстро. Но, по крайней мере, наверное, ненависти на земле станет меньше. Это точно. И, кстати, то, что есть статистика, что на 25% уменьшилось количество просмотров государственных российских телеканалов, свидетельствует о том, что либо уже настолько начинает напрягать это, либо уже просто идет недоерие. Когда там выходит тот же представитель Минобороны России, Коношенков, который сбил больше самолетов, чем есть у украинской армии. И прочее, и прочее, и прочее. Переносят ли российские солдаты вот эту жестокость обесчеловечивания в бытовую жизнь, когда возвращаются назад в Россию? Да, конечно. Это имеет очень серьезные последствия. Я вот когда говорил о том, что если, представьте себе, сформирует батальонно-тактические группы, которые формируются из уголовников фактически, это же не просто люди, когда это особо тяжкие или тяжкие преступления. Необходимо понимать и убийства, и все прочее. Вот они те, кто выживет или не попадет в плен, вернутся. Они же будут чем-то заниматься. Тем, что им присуще было и раньше, я в этом почти уверен. Другие солдаты или военные, которые вернутся, которым не будет места в этом социальном организме российского государства, у них ненависть тоже будет только нарастать. Плюс травмы, мы прекрасно понимаем. Это ПТСР, так называемый, и многое из чего другого, что… Ну, давайте, наверное, вспомним примеры Афганистана и демобилизации оттуда многих солдатов. Куда они пошли, многие оказались в каких-то формированиях незаконных, у многих были травмы душевные, которые на многие годы с ними остались, и так далее. Ну, не сто процентов, были и успешные люди, но это, конечно же, играет. Но сейчас количество-то побольше. Сейчас несравнимо с Афганистаном. Во-первых, количество погибших, раненых, в плену побывавших, скажем, живущих в этой пропаганде постоянной. Ну, поэтому, конечно же, я думаю, что да, она, эта злость, она никуда не исчезнет. Поэтому, понимаете, тут же еще тоже вопрос. Кремлю выгодно для того, чтобы любые там потенциальные какие-то в будущем протестные настроения или еще что-то, их фактически, простите, канализировать через войну против Украины. Сурков, один из идеологов Путина и Кремля, об этом писал еще в 2019-2020 годах. Он писал о том, что если вы войдете в процессы экономического развития России и внутриполитическую повестку, она вас сожрет, вы не будете при власти. Поэтому Россия требует экспансии и войн для того, чтобы все настроения негативные выплескивать во вне. А негативные они есть внутри, безусловно. Ну, а тот факт, что это жестокость, обесцеловечивание, обесценивание человеческой жизнью, потом переносится бумерангом назад в Россию. Неужели это российская власть не понимает? Ну, они, вы знаете, я думаю, что они, наверное, и понимают. Но, с другой стороны, вот это сейчас одержит. Понимаете, войну же всегда легче начать, чем закончить и выйти с этой войны. Но так это такая историческая аксио. И затянувшись сейчас в эту войну, Путин и его вот эта вот клика подлинного породила очень много проблем, которые имеют далеко идущие последствия и будут иметь. И, естественно, удержать эту ситуацию под контролем будет крайне тяжело. Потому что вот то, что он сделал, это породит какие-то хаотические процессы. Ну и выйти с этой войны, прекратить сейчас войну, уйти, признать поражение. Мы же понимаем, он тоже не может, потому что это, с другой стороны, тоже может привести к его практически потере власти. Поэтому сейчас ищут разные способы, я думаю, для того, чтобы каким-то образом, вот там сейчас, я видел, выпускают оптимистические экономические прогнозы в России, что ВВП упадет только на 1%, о том, что так называемая специальная военная операция идет по плану, все хорошо, все нормально, ну, всем хорошего дня, вы держитесь, но денег нет. Ну, в том же плане там пытаются рассказывать. Но вот все равно это имеет далеко идущие последствия. Они-то понимают, но что они с этим могут сделать сейчас, когда они совершили, ведь не секрет, что есть известная пословица, это больше, чем преступление, это ошибка. И вот в данном случае это очень подходит к тому, что совершил Путин. И с своей политической, в своем политическом будущем, и вообще с Россией. По поводу наследия и традиций воевать, мы знаем, что одни из самых свирепых и успешных воинов в свое время были викинги, норманы, но в то же время они заложили фактически основу европейской цивилизации. И сейчас скандинавские страны одни из самых гуманных стран в мире. Что может произойти или должно произойти с Россией, с российскими народами, чтобы они избавились от этой исторической жестокости? Самоочищение, наверное. Знаете, что вообще, если мы возьмем пример скандинавских стран, например, Швеция, как самое могущественное государство, ну вот после эпохи викингов, которая закончилась, возникла, потом начала Швеция развиваться. Ну, в принципе, наверное, если мы возьмем там 16-го и 16-го по середину 18-го века одно из самых развитых, успешных в военном плане, возьмем государство Северной Европы, королевство. То есть, ну дальше что произошло? Дальше после неуспешных военных кампаний, которые все-таки закончились для Швеции, то есть те войны, которые они оказались безуспешными, мы знаем, что и после Полтавской битвы и далее, к сожалению, не все так успешно складывалось. Шведы начали заглядывать внутрь еще, внутрь экономических процессов, внутрь политических. Общество начало по-другому думать, то есть это очень сильно, знаете, так сколохнуло их и старомашило, можно сказать. И мне кажется, что это имело значение очень серьезно. Они начали думать, как развиваться внутри, как развивать экономику, строить общество и так далее. Культура самодисциплины, воспитание, многие процессы на это тоже имели очень серьезный отпечаток. И поэтому, да, Швеция сумела через это пройти. Но не надо забывать, что Швеция все-таки, можно сказать, шведы – это европейцы. То есть чего нельзя сказать о всех народах России и, скажем, о отпечатках исторических, которые имели. В Швеции не было Манхол или других воинствующих деспотов восточных, то есть у которых были там свои традиции. Вы знаете, например, что у министра обороны Шойгу, который сейчас возглавляет оборонное ведомство, у него в Туе, в республике, ну, чуть ли не культ создан. Его считают реинкарнацией Субедейха. То есть, ну, это может быть смешно, но там издали не одну книгу, памятники ставят и так далее, и так далее. То есть Субедейха – хана великого полководца. Ну, наверное, понимаете, в Швеции никто не считает сейчас кого-то из действующих политиков наследникам, я не знаю, или в Норвегии короля Гарольда, или, я не знаю, кого-нибудь Рыжебородова, или, я не знаю, Весловолосова и так далее, как у викингов назывались там правители. То есть этого нет. Но в России это еще присутствует. Поэтому отказ от этого примитивного историзма, отказ от имперских амбиций, я думаю, что после этой неуспешной войны против Украины эти процессы, они запустятся непременно. Ну, это не будет, наверное, так, как это было, не знаю, в Швеции, например, либо в Норвегии, не обязательно. Но, тем не менее, они запустятся. Ну, и в самом конце еще коротенькие несколько вопросов. Стало известно об убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ковалева, коллаборанта. Это легитимная вообще цель? Или все-таки это убийство гражданина Украины, который будет преследоваться по криминальному законодательству? Легитимная. Я вам хочу напомнить и всем зрителям, что в Украине действует закон Украины о национальном сопротивлении. Также в Украине внесены изменения в уголовный кодекс, как раз вот были, ну, это был март-апрель месяц, когда эти изменения заработали. Которые касаются того, что если партизаны, движение сопротивления на оккупированных территориях, спецподразделения действуют на устранение, в том числе коллаборантов, предателей и так далее, то они не несут за это уголовную ответственность. Но это в военное время, это, конечно же, если это предатели, коллаборанты и так далее, и так далее. То есть то, что Ковалев продемонстрировал, то, что он фактически как минимум, мягко говоря, поддерживал оккупационные власти Херсонской области, содействовал им, хотел вести там какой-то бизнес, самодеятельность и так далее, но фактически говорит о том, что он коллаборант и предатель. Но за это уголовной ответственности нет. Это было учтено как раз украинским парламентом для того, чтобы избежать вот таких случаев, о которых вы говорите. Потому что, понятно, партизанское движение или движение сопротивления, оно не всегда действует как регулярное воинское формирование украинской армии, сил безопасности и так далее. Но, тем не менее, они выполняют задачи по защите суверенитета и территориальной целостности Украины и деоккупации украинской территории. То есть они действуют в одной связке. Поэтому это нормально. Есть также информация, что в Херсонской области, в части оккупированной Херсонской области, сами россияне убивают коллаборантов. Может ли так быть и почему так происходит? Может быть, что устраняют неугодных абсолютно. То есть не секрет, что, скажем так, коллаборанты... Тут присутствует уже даже удел таких криминальных разборок. Почему? Потому что у кого-то есть имущество, у кого-то был бизнес. Сейчас пришли ФСБ или грушники российские, которые говорят, теперь мы будем зарабатывать на этом бизнесе и так далее. Хочешь быть с нами, ну вот тебе ты будешь получать этого процентом, такой-то, такой-то. Кто-то не согласен, кто-то начинает какие-то вопросы задавать и так далее. На этой почве возникают конфликты. Во-вторых, когда... Понимаете, это не я придумал, это известно на протяжении веков. Ну, к предателям настороженно относятся всегда и их меньше уважают, чем других. Кого бы ты ни предал? С какой стороны? Ну, так оно складывается. Ты всегда... И поэтому, соответственно, их могут использовать, этих людей. Ну, использовали для какой-то цели. Стал не нужен. Зачем свидетель? Ну вот, зачем свидетель военных преступлений? Зачем свидетель преступления каких-то преступных приказов? Зачем свидетель того, как это происходило? Как организовываются процессы там оккупационными властями и так далее? То есть, да, вполне возможно, и эти факты, они могут быть. Спасибо большое за комментарий. Спасибо. Хорошего дня.